Всем привет, с вами Гекон, и сегодня на моем канале вы увидите обзор на модель немецкого среднего бомбардировщика Хенкель 111 С-Лего. Начнем, как всегда, с исторической части. Этот бомбардировщик изначально проектировался как самый быстрый в мире, на тот момент, конечно, пассажирский самолет. Дело было в конце 1930 года. Эрнст Хенкель, основатель фирмы Хенкель, принял решение построить самый быстрый в мире пассажирский самолет. При этом это не очень хорошо воспринималось представителями немецкого авиапрома, а также новыми политическими лидерами Германии. Хенкель доверил проектирование самолета братьям Гюнтер, новым для своей компании и людям. Скоструированный самолет превосходил уже существовавший и бывший премиум конкурентом конструкции Хенкеля Лакхит 9 Орион. Первый экземпляр вскоре, ставший широко известным Хенкель 70 Молния, взлетел в 1932 году и сразу же начал бить рекорды скорости. В своей стандартной версии, рассчитанной на четырех пассажиров, а также двух пилотов, он мог развивать скорость около 312 км в час, хоть и был оборудован всего одним двигателем мощностью 600 л.с. Электрическая форма крыла, уже применявшаяся братьями Гюнтер при разработке собственного самолета Баумер Сауин, при соединении к фирме Хенкель стало характерной для всех последующих разработок этих братьев. Конструкция привлекла внимание Люфтварфа, ВВС Третьего Рейха, выбиравший самолеты для доработки их средней бомбардировщики. Конструкция этого самолета была версией двухмоторной версии Хенкеля 70 Блиц, у наследовавшей многие черты предшественников, включая эллиптическое крыло и крыло типа Чайка, круглый штурвал небольшого размера и двигатели производства BMW. Из-за расположения двигателя единственное заметное конструктивное изменение самолет получил прозвище Доптельбритц, двойная молния на немецком. Всего существовало два основных, а точнее три основных варианта, и один, так сказать, доработанный вариант. Существовало всего одно прототипе, Хенкель 111 с Уильлинг 1, то есть двойной. Обладал пятью двигателями. Но это уже другой самолет. Именно эта модель, модель Хенкеля 111 H16, Экипаж состоял из пяти человек, длина 16,6 метра, размах крыла 22,6, высота 4 метра, площадь крыла 87,7 квадратных метров, масса пустого самолета 8690 килограмм. Нормальная взлетная масса неизвестна, но предположительно около 10 тысяч килограмм. Максимальная взлетная масса 14 тысяч килограмм. Двигатели. Два двигателя Юма 211 F2. Мощность двигателя 1350 лошадиных сил. Максимальная скорость самолета на высоте до 2000 метров 360 километров в час, от 2000 до 5000 метров 390 и от 5000 до 395. Небольшая разница. Крейсерская скорость на высоте 5000 метров предположительно составляла около 370-360 километров в час, а практическая дальность нагрузки с нагрузкой составляла 2050 километров. Достаточно большая для того времени. Практический потолок самолета, то есть максимальная высота, 8,5 километров. А время набора 2 километров, 8,5 минут, 4 километров, 23,3 минуты. И 6000 метров, 42 минуты. Средняя дальность, кстати, налета 6000 метров. Вооружение составляло 1,20-мм MGFF, 1,13-мм MG131 и от 3 до 4,7,92-мм MG81. Но это бомбардировщик, а не летающая крепость. Концепция, которая в основном подразумевала большое количество пулеметов и обронения от истребителей. А все-таки это опять же бомбардировщик. И он нес достаточно внушительную бомбовую нагрузку, 3 тонны. Для среднего, конечно, бомбардировщика был тот же Хэнкель 177, который мог нести гораздо больше. Но это опять же другой самолет. Перейдем к самой модели. В длину она получилась достаточно большая, 55 сантиметров. Вот для сравнения моя ладонь. Также еще один небольшой интересный факт. Самолет за свои достаточно большие и широкие крылья был прозван советскими бойцами летающая лопата. И действительно есть за что. Модель получилась, классическая фраза, достаточно сложная, хрупкая. В основном из-за крыльев. Их достаточно не зафиксируешь. И как видите, они болтаются. А также за счет большого количества вот этих вот деталей, которые нужны для красивых бортов. И, естественно, детали для морда. Куда без них. В Хэнкеле достаточно сложная морда. Плеобразная. Вот, как видите. Также, да, у самолета есть шасси. Два спереди и небольшое сзади. Спереди складываются, сзади нет. Но сзади оно с другой стороны не должно складываться. Что ж, пройдемся по вооружению модели. Вот два 792-мм пулемета МГ-81. В носу один 13-мм МГ-131. И снизу корпуса. Вот он. В отдельной небольшой гондоле. Один 20-мм МГ-FF. Также в небольшом обтекателе. На некоторых моделях это Пашенко. Торель. Но в этой модели именно обтекатель. Еще один МГ-81. 792-мм. Большинство, а точнее все, были сделаны для обороны от легких стрельбителей и союзников. Но крупнокалиберные 13-ти и 20-ти миллиметровые могли применяться и для стрельбы по наземным, легкобронированным целям, а также по пехоте. Бомбовая, так сказать, вооружение этой модели состоит из трех подвесных бомб. Вот самая большая из них. Вот. Сразу за опорой шасси. И еще одна такая же бомба за опорой другого шасси. Из подвижных элементов можно отметить вращающийся пулемет, складывающиеся шасси, подвижные винты оба, подвижный носовой пулемет. Сейчас я его прикреплю обратно. Ну, в общем, лучше лишний раз, как видите, его не трогать. И закрылка. Второй аналогично. Опускается только вниз. В постовой части ничего подвижного нет. Также я еще забыл добавить, что у самолета есть открывающийся бомболюк двустворчатый. Так, сейчас я его подвину, чтобы показать интерьер. Интерьера тут почти особого нет. Вот такой ящик. Крепление для пулемета. И, собственно, бомболюк. Как видите, он получился... Сейчас я попробую это показать. Выпуклым. В форме щучьего носа. Потому что, если сложить его полностью, то его уже почти невозможно будет ручной открыть. Только раздербанивая уже крышу. А это для модели не нужна бомба. Там держится за счет того, что, опять же, я говорил, он в форме щучьего носа. То есть, они просто скатываются вниз и лежат в этой вашей бинкере. Вот не повезло. Я же говорю о моделях рука. Сейчас будет чинить. Инструкцию я на нее, скорее всего, сделала. Даже если мы не уберем достаточно большое количество лайков. Но я все равно хотел бы вас попросить набрать их. Сейчас я пока восстанавливаю модель. Где-то я ошибся. Так, нет. Вот так вот. Так, что-то я совсем запутался. Делаем немножечко по-другому. Вот так вот. И сейчас попробуем загрузить все это на место. Все это возвращаться на исходное место не хочет. Поэтому, для тех, кто будет собирать эту модель по инструкции, которую я выложу, сами видите, поставить на полочку, смотреть, да иногда доставать, что-нибудь поправить. Вот. Вроде починил. Что еще можно сказать? Кабина. Кабина. Самое, конечно, главное, если можно так сказать, в самолете. Открывается и состоит из двух вот таких вот деталей. Я имею в виду самого прозрачного. Они достаточно редкие. И поэтому не у каждого получится собрать. Но, в принципе, можете подумать, их как-нибудь заменить. Можете без них сделать, но это все-таки некрасиво будет смотреться. Место здесь для одной фигурки есть. Она спокойно сажается. И можете играть, если с такой моделью можно играть. Хотя, как я уже говорил, она достаточно хрупкая. То это отвалится, то это. В общем, красота требует жертв. Что ж. Так как у нас 44 подписчика, я хотел бы вам напомнить, что когда их число достигнет 50, я устрою небольшой такой стрим. Не больше где-то, чем на часик. Что ж. А всем пока. С вами был Гекон. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok